Современная компьютерная техника, а также стабильный интернет для нормального обучения в нынешних условиях. Это необходимость. Из-за режима самоизоляции ученики вынуждены получать знания на удаленке. Однако не все горожане могут самостоятельно приобрести качественный ноутбук или планшет. Благодаря решению председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова о выделении 500 миллионов рублей дети из малообеспеченных многодетных семей получили возможность комфортно учиться. Как реализуется программа в Магнитогорске в нашем следующем сюжете. София Резванова – многодетная мама. У нее трое детей. Старшая дочь сейчас учится в четвертом классе. Когда наступило время самоизоляции, не только дочка стала обучаться онлайн. Перешли на удаленку и София с супругом. Дома возник дефицит техники. Компьютера и ноутбука стало явно не хватать. Мы заканчиваем начальную школу. Это и ВПР. И, соответственно, подготовка. И очень много нужно было делать самостоятельно и дополнительно. Мы делали эти уроки просто до ночи. И когда нам в конце апреля наша школа сказала о том, что Виктор Филиппович Рашников выделил для нашего ребенка планшет, когда мы узнали, что это подарок, мы были приятно удивлены. Только в 53-й гимназии получили помощь 46 семей и 11 учителей. Техника пришлась как нельзя вовремя. Именно сейчас наступает череда экзаменов. От того, как они будут сданы, у многих ребят зависит будущее. Мы отслеживаем регулярно сетевой город. Какие оценки, что я там увидела. Что те, кто хромал, не всегда задания высылал. А девочка у меня в восьмом классе. Я за ней наблюдала. Так она смотрю, прям подтянулась, стала все делать. Но родители были удивлены, когда приходили, еще и узнали, что это подарок. И навсегда они думали, что это только дадут попользоваться. Они были удивлены. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, формирующие депутатский корпус от МНК, поддержали инициативу «Единой России» и включились в благотворительный проект по обеспечению школьников и их педагогов необходимыми гаджетами для дистанционного обучения. Самые активные участия в программе принимают депутаты областного ЗАГС собрания. Павел Шиляев, Владимир Дремов, Андрей Еремин, Сергей Шипилов. Наша задача, как депутатов ЗАГС собрания, организовать на достаточно большой территории вот это вот вручение. То есть определить перечень семей, определить, в каких именно учебных заведениях, как это проще сделать, как это правильнее сделать. Депутаты занимаются именно этим. Ну и как представители МНК мы немножечко контролируем этот процесс. Большую часть техники родители уже получили. Процесс организовали с соблюдением необходимых мер профилактики в масках и перчатках. На вручении в 31-й школе присутствовали почетный гость, директор по экономике ПАО ММК и депутат ЗАГС в районе Челябинской области Андрей Еремин. Мы понимаем, как депутаты, как люди, живущие в городе Магнитогорске, что не у всех детей сегодня есть такая возможность. Именно есть дети из семей, которые не имеют возможности купить технику, необходимую сегодня для дистанционного обучения. И поэтому с таким предложением выступили руководители комбината, депутаты от Магнитогорского комбината с предложением приобрести технику и раздать детям из малообеспеченных семей. В 31-й школе знания получают около 700 учеников. Из них 170 не имеют дома компьютеров. Благодаря инициаторам масштабной акции у многих детей будет возможность полноценно обучаться на дому. Образовательному учреждению выделили 73 планшета и 71 ноутбук. Представьте, 124 семьи получают технику с интернетом, с возможностью выйти в интернет, увидеть видеоуроки, поработать на той или иной площадке, которая поможет детям и подготовиться к экзаменам, и лучше усвоить знания, и, по крайней мере, не работать с учебником, а расширить возможности обучения. Поэтому для нас это такая помощь и для наших родителей и детей, что, ну, я думаю, что какой-то определенный прорыв вообще для образования города. Алина Башарова учится в 9-м классе, и, как у других школьников, ее обучение проходит на дому. Компьютера у девушки нет, занимается при помощи смартфона. Признается, такой гаджет не самый лучший помощник для выполнения школьных заданий. Хочу сказать огромное спасибо организаторам акции, БОФ Металлург, металлургической комбинации Виктора Филиппа Вечерашникова, депутатам в законодательном собрании. Огромное вам спасибо за такой шикарный подарок. Отметим, в период пандемии как нельзя важно соблюдать социальную дистанцию. Поэтому, чтобы не допускать большого скопления людей для получения поддержки, каждой семье время назначается индивидуально. Ноутбуки предназначены ученикам из старшего звена, планшеты ребятам из младшего. Всего же на деньги, выделенные председателем совета директоров Виктором Рашниковым, было приобретено более 7 тысяч единиц техники. Достаточно многие владельцы крупных предприятий, они осуществляют такого рода действия. Но Виктор Филиппович, конечно, как обычно, беспрецедентен по объему этой помощи. То есть, действительно, серьезная помощь, более 500 миллионов рублей, вы знаете, в городе Монтогорске. На противоэпидемиологические мероприятия и на поддержку школьников и учителей. То есть, на самом деле, это очень дорогого стоит. Для полноценного и успешного образования важна не только техника, но и высокоскоростной интернет. Именно поэтому каждая семья, которой положен ноутбук или планшет, получила сим-карты с оплаченным доступом в глобальную паутину до конца 2020 года. Большая помощь для нашей семьи. Большое спасибо Монтогорскому металлургическому комбинату Виктору Филипповичу Рашникову за такой подарок. Нам очень приятно. Павел Брюсенев, Ольга Сухоплюева, Владимир Ровенский, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН.